Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я расскажу вам несколько вещей, а именно 10 вещей, без которых я не могу жить. И да, это будут не банальные вещи в основном, поэтому не отключайтесь. Недавно на американском ютубе зафорсилась очень активная тема с этим челленджем. 10 вещей, без которых я не могу жить. И вы знаете, я подумала, я решила, что давненько на моем канале не было чего-то такого, чтобы могло нас с вами получше познакомить, поэтому я сняла это видео. Если такой контент вам нравится, обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. И, конечно же, прежде чем начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал, тык. И включайте в себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Первая вещь. Начну с чего-то попроще, чтобы разгон был. Потому что я знаю, что вас интересует то, что вы видите на моей обложке. Я не могу жить без кофе. Кофейный бог. Кофе – это та самая вещь, которую я могу пить просто 24 на 7. И есть очень много прикольных историй, связанные напрямую с кофе. Один для Шото, а другой для Тодороки. Просто что вы ожидаете? Я ожидаю напиток для Тодороки. А ты для Шото. Ты Тодороки? Где бы я ни была, я всегда пью кофе. Минутка рандомных фактов. Один из самых часто задаваемых вопросов мне – это что тебе нравится больше, Корея или Япония? На это вопрос я всегда очень тяжело отвечаю, потому что не могу на него ответить. Но слишком, слишком не могу ответить на этот вопрос. Но если вы задаетесь вопрос в таком контексте – а где тебе нравится больше в плане кофе, то я скажу вам, что Корея однозначно выигрывает в Японии от слова «вообще». В Японии я вообще достаточно сильно страдала, потому что я вообще не заметила особой культуры пить кофе. Если в Корее ты выходишь на улицу и там просто, знаете, кофейни на кофейне, и кофейни погоняет на кофейню, находит из кофейни, и там дружит, не дружит, не знаю, что сказала. Кофейни реально на каждом углу. Я вам не вру. Если вы не верите, можете посмотреть мой блог из Кореи. Я там на эту тему очень сильно много высказывалась, потому что я была просто в полном очаровании. В Японии вообще очень тяжело на NFT, даже обычный Starbucks, и это пипец. А вообще, если вы докажете в Японии кофе, причем в более-менее даже нормном месте, то вам, скорее всего, принесут, знаете, что? Вам принесут обычный черный кофе, вот прямо вот из серии 3 в 1, к нему принесут какую-то вот штучку, знаете, вот сливки бывают в таких упаковочках. Вот такую же штучку принесут, только там будет не сливки, а сахарный сироп. Я не могу без моего телефона. Вообще не могу. Это пипец. Это зависимость. Это телефонно-кофейная зависимость, и это жесть. Мой телефон выглядит be like this. Кстати говоря, этот телефон куплен в Японии, поэтому хотите прикол? Это камера обыкновенная. Давайте покажу вам необычность. Интересно, кто из вас заметит до того, как я прокомментирую. Проверим, чтобы звук был включен. Делаем фото. А теперь... Японские телефоны. В них не выключается звук фотографии и видео. Никак невозможно обойти эту жесть. Никак. Даже если я в наушниках, и я хочу фотографировать, он будет фигарить бдыщ. Не могу выключить звук в телефоне. В Японии нельзя, чтобы никто не за кем и сталкерил. А еще, недавно же новый EOS вышел. И что бы вы думали, чем я занималась в последние 6 часов? Ну, давайте я вам покажу. Так сказать, параллельное видео из серии, что в моем тифилончике. Так, мы заходим сюда. Мы заходим сюда. Так, подожди, вот здесь тоже какой-то контент. Ой, боже мой, какие-то беды с башкой у человека. Все еще беды с башкой продолжаются. Ах, да, конечно же, беды с башкой. Ой, что это тут у нас? А, это беды вроде как. И беды с башкой. Дурка. Блин, я только сейчас заметила, как эта прядь под дурацкий лежит. Но это из-за того, что она всю ночь была в этих заколочках, и я ее не переложила. Подождите. Золотая чаша, золотые цепи. Ты беда, где я не дома, бэйби. Мы пока не смузи. Лайк, подписка, краш. И третья вещь. Косметика. 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 Ромашка, ромашка, белый лепесток. Волоса, кулашка, воздуха, глазок. Бег. Вещь номер раз, два, три, четыре. Не знаю, почему тут восемь. Макияж. Вот есть вещи в жизни человека, которые приносят ему максимальное удовольствие. В моем случае макияж приносит мне максимальное удовольствие. Я нормально абсолютно воспринимаю свое лицо без косметики. Мне это более чем норм. Сам процесс нанесения макияжа мне нравится просто невероятно сильно. Я сажусь у себя перед окошком, делаю макияж, слушаю музыку, и прям вот это вот меня очень сильно расслабляет. Я помню, даже мамке звонили периодически и говорили, типа, можно, пожалуйста, следить за вашим ребенком? Она такая, можно, пожалуйста, следить за тем, чтобы она хорошо училась? Я не знаю, мне немножко, я говорю, спасибо, мама. Вещь, которая мне очень сильно нужна, без которой я реально не могу. Я нужно было поставить на первое место, но я поставила на пятое, потому что это как бы середина. Это, блин, мои друзья. Ребята, я не могу без моих друзей. Без друзей вообще я не я, без друзей меня нет. Друзья, это часть меня такая же, как, я не знаю, моя голова, мои глаза, мои брови, все что угодно. Друзья для меня это просто сверхважная вещь. Хотя я не уверена, что вещью это можно называть. Именно вместе с друзьями мы развиваемся, именно вместе с друзьями мы растем, именно вместе с друзьями мы преодолеваем радости и преодолеваем невзгоды. На самом деле на тему дружбы я могу говорить бесконечное большое количество раз. Все это поддержку и опору, я не знаю, все, что я могу сделать для моих друзей, я всегда буду делать. Типа, поэтому я вас очень сильно люблю. Блин, давайте снимем. Ладно, теперь я не хотела бы в одном направлении, это выглядит поприличнее, чем было. Следующая вещь. Покупки. Я люблю делать покупки. Причем я люблю делать покупки не именно одежды, а я просто, в принципе, люблю делать покупки. Неважно, это магазин еды или магазин одежды, да, я странная. Я просто заставляю сам факт ходить куда-то, что-то смотреть и что-то, возможно, покупать. Также мне не доставляют удовольствия что-либо покупать и понимать это как хотите. То есть, во время процесса мне норм, но после процесса мне как-то, как будто я испытываю эмоциональное обстошение, поэтому я стараюсь заказывать все по интернету. Потому что я заказываю по интернету, во-первых, забываю, что я вообще заказала. И когда мне приходят, я такая, ого, я радостная. Меня кто-нибудь понимает или я одна такая, не ох. Накрасим реснички и я кое-что вам сейчас расскажу. Накрасила ресницы совсем уже другой человек. Кстати говоря, я хотела у вас спросить. Вы знаете, как приобрести корейскую косметику или любую другую вещь совершенно бесплатно? Сейчас будет интересный лайфхак. Сейчас я расскажу вам про интересную тему. Такой, как кэшбэк. Я нашла отличный зарубежный сервис, на котором сосредоточены такие бренды, как Asos, AliExpress, Shane, iHerb и многое другое. Этот сервис называется TopCashback. И он известен тем, что вы можете вывести деньги, как в рублях, так и в долларах, через те же самые Яндекс.Деньги. Он уже Яндекс.Мани или Пейпал. Там высокие проценты возврата от суммы покупок. Еще можно вывести на подарочные карты, и это очень удобно. Недавно делала заказ на Алике, я даже вам сториз показывала, и прикиньте, я вернула с этого заказа 1200 рублей. Как вам такое? 1200 рублей. Это где-то, если что, 17 долларов. А теперь внимание. На данный момент этот сервис предоставляет только для моих подписчиков, только по ссылке, которая указана в описании, 100% возврат ваших денег. 100%. Любая ваша покупка до 15 долларов возвращается вам на 100%. Например, вы можете заказать себе что-нибудь с того же Алика на 15 долларов и полностью себе вернуть деньги. Кстати, эта акция лимитирована до 30 сентября, поэтому лучше бы поспешить. Сам по себе сайт, он очень простой. Вообще тут ничего сложного не происходит. Вы просто вводите свой электронный адрес, создаете пароль и переходите в магазин, покупаете, как обычно. Я не могу без кастома. В последнее время у меня подвескать тревожный, поэтому мне нужно чем-то постоянно занимать свои руки. И я занимаю их кастомом. Я уже столько вещей переделала, и что самое странное, я реально в них хожу. Я всегда раньше думала, до того, как я стала всем этим заниматься, что люди это делают, просто чтобы видосы снимать. Ну, типа, я сейчас сниму какой-нибудь контент, люди его посмотрят, там, не знаю, и пофиг мне на эту футболку. Так я честно думала. Но, когда я сделала свой первый кастом, пойдемте, я вам покажу. Вот эта вот штука в одном из первых самых видео по кастому была. Я поняла, что, е-мое, да это же реально круто. И я на самом деле ее ношу. То есть, моя цель использовать одежду, которую я не ношу, чтобы сделать ее в какую-то прикольную фигню, чтобы потом носить, она, в общем-то, сработала. Еще вот эти вот очень люблю, таскаю, мне прям безумно нравятся. Это мы, кстати, с Машей рисовали Марморис. У нее в ночи, у нее на хате, короче, мы просто убились это все делать. Мы все еще продолжаем делать контент. Лайк контенту. Но получилось очень здорово. И, да, кстати, я в них уже ходила гулять, я использовала специальный закрепитель, который я купила в Леонардо, и нормально, абсолютно нормально, мне нравится. Сейчас у меня в планах по кастому, я не буду это, наверное, снимать на видосах, я хочу вот эти вот кеды сделать с одним персонажем тоже, да. Так выглядит мое кастомное стойбище, у меня пока еще не так много всевозможных предметов для того, чтобы делать много крутого кастома, но что-то уже есть, и я прям этому очень рада. Я не могу без гидрофильного масла. Нет, серьезно, это проблема, я не могу без гидрофильного масла. Я настолько сильно привыкла к гидрофильному маслу, когда я умываюсь, что без него теперь я чувствую, что я не умываюсь. Я настолько сильно прониклась этой темой, во сколько я им уже пользуюсь, ну, года, наверное, три, и это реально лучше. Если вы все еще никогда не пользовались гидрофилкой, ребят, обязательно это сделайте, попробуйте. Купите себе даже самую дешевую гидрофилку, но лучше сначала все-таки у отзыва посмотреть, чтобы не совсем уже гэ покупать. И я вам отвечаю, я счастлива, что в моей жизни однажды пою с гидрофильным маслом. Конечно же, конечно же, конечно же я не могу без ютуба, без социальных сетей. Я настолько сильно все это люблю, что я не представляю моей жизни без этого. Я вам больше скажу, это доходит до какого-то маразма. Ребят, я серьезно, это до маразма доходит. Типа представьте себе ситуацию, еду куда-нибудь там за границу, я еду ради того, чтобы там отдыхать и просто ничего не делать, но я не могу. У меня постоянно в голове какая-то фиксация, что мне срочно нужно делать контент. У меня реально ужасная тревожность, я не делаю контент. Поэтому где бы я ни была, я все время что-то делаю. И это очень часто бесит моих знакомых, моих друзей, там кого угодно, с кем я нахожусь рядом, что я постоянно что-то снимаю. Когда я лечу в самолете, это просто вообще урыв головы, потому что я все время, что лечу в самолете, я не могу там, например, поспать, кстати, да, я не сплю в самолетах, даже под снотворным, это без шансов. Я сижу, я просто придумываю идеи для видео, и мне зачастую кажется, блин, какие классные идеи я придумала, они просто гениальны, они крутые и классные, но потом я приземляюсь и такая, нет, это какой-то гэ, надо что-то получше придумать, и снимаю то, что снимаю. Я просто абсолютно не представляю мою жизнь без Ютуба, я не представляю вообще ее. То есть серьезно, я просыпаюсь с мыслями на Ютубе, я засыпаюсь с мыслями на Ютубе, я безумно радуюсь, когда я снимаю видео, я безумно радуюсь, когда я монтирую. Да, иногда меня это достает, и я думаю, блин, ну отдохни хотя бы немного, но при этом я вроде схожусь отдыхать, я вроде такая, блин, нет, все-таки я хочу помонтировать или поснимать, или на тему подумать, или пообщаться, короче, это реально, это не ок. Уже 4 года меня не отпускает, я думаю, что, наверное, уже никогда не отпустят. Хорошо это или плохо, я не знаю, но, наверное, я пройду всю свою жизнь, будучи блогером. Типа, ну, серьезно. Напишите какой-нибудь рандомный факт о вас, без чего не можете вы. Кстати, маленький такой момент будет в догонку, ну, это классическая, типа стиль, а что я с ней витубом закроюнца? Конечно, ребят, ну, у меня есть навыки работы в фотошопе, у меня есть навыки работы за компом, у меня есть навыки работы в монтаже, у меня есть навыки работы в оптимизации. У меня много, в принципе, навыков, которые, даже если вдруг закроют все социальные сети, Ютубы, Инстаграм и прочее, я могу пойти работать на то же самое условное телевидение и монтировать им нарезку для новостей. Все видео, которые вы смотрите, монтирую я сама. Так что так или иначе, как бы жизнь ни сложилась, я в любом случае всегда буду в этой индустрии, я буду ее лицом или я буду за кадром, но в любом случае это то, что мне очень нравится. В крайнем случае, я пойду работать ретушером или фотографировать буду обучаться. Но я от этого никуда не денусь, так что выйду надолго. Внезапно очень странная вещь, но я не могу без новостей. Нет, не совсем верно. Я не могу без поступления новой информации в мою голову. Мне очень важно знать всю. Даже какие-то очень невнятные вещи, например, не знаю, про спаривание сурикатов, меня тоже интересуют. Я не знаю вещей, которые меня не интересуют. Меня интересует абсолютно все в этом мире. И я всегда поглощаю какую-то информацию, всегда что-то читаю, всегда что-то изучаю, всегда что-то смотрю. Люди же не обращают внимания, те, кто меня знают, на то, что у меня вечные какие-то внезапные факты, неожиданные вбросы и какая-то странная информация, которой я прям максимально вот так вот загораюсь и начинаю об этом очень эмоционально и интересно рассказывать, ну, как мне говорят. Но, в общем, они вы. Для меня просто получение новой информации, это очень важно. Короче, проблема. Я забыла, на каком моменте мы остановились. Типа, я не знаю, это 8, 9 или 10. Давайте считать, что это 10. Какая вообще эта цифра? Я знаю, что многие ждут этого момента. Сейчас я вам скажу два в одном. Есть две вещи, о которых я еще не говорила, но которые просто схватят на поверхности. Вещь номер один. Я не могу без музыки. Я постоянно слушаю музыку, у меня очень странные музыкальные вкусы. Если у людей сходят со мной музыкальные вкусы, это значит, что мой максимальный match, connect и вообще все такое, потому что то, что находится в моем плейлисте, я никому не показываю, там мракобесие. Там мракобесие. Вот мракобесие, это про мой плейлист. Если вы не знали, зачем это слово мракобесие, теперь можете использовать плейлист Лисы. Аниме. Я не могу без аниме в своей жизни. Это для меня не то, чтобы важно. Это такая же часть меня, как мои друзья, как мой блог. То есть это то, что есть я. Аниме во многом сформировало мою жизнь, оно очень во многом сформировало мои взгляды. Оно именно, оно сформировало мои понятия о дружбе. Я это очень сильно люблю, и это для меня очень важно. Нет, вы не думайте, что я какая-то там сдвинтая, постоянно про это говорю. У меня есть круг лиц, с которым я это обсуждаю, есть круг лиц, с которым я категорически это не обсуждаю, я отказываюсь. То есть мне очень не нравится, когда люди не анимешники лезут в аниме. Возможно, это такая-то ревность. Но мне очень тяжело это объяснить. Короче говоря, меня реально прям подбешивают люди, которые вообще не в теме, которые не разбираются, но при этом хотят зачем-то туда влезть, чтобы мне подольстить. Типа, серии, ааа, санскин, кулана, чеха, народа, это круто. Типа, не надо так. Со мной можно говорить на любую тему, хоть про там, я знаю, наушники. Но только вот, пожалуйста, если вы в этом не разбираетесь, вам это неинтересно, не подкатывайте ко мне через аниме. Потому что человек, который не в теме всего этого происходящего, который этим не живет. Нет, если тебе реально искренне стало, это интересно, я только за. Я расскажу, я покажу, я посоветую, там, 10 раз, миллион, 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 миллион всего. Но если человек откровенно это плохо, он просто знает, что мне это нравится, он хочет подлизаться, вот не надо. Ненавижу это. Я очень надеюсь, что хоть кто-нибудь понимает меня, потому что мне иногда кажется, что такая отъехавшая странная, что пипец. И не в том смысле, что я такая классная, поэтому странная, а в том смысле, что я какая-то, ну, реально, там, типа... Я надеюсь, что это видео вам понравилось, надеюсь, что вы смогли узнать меня чуть-чуть получше. И я вас очень сильно люблю. И посмотрите, как делать яблочно-карамельные латы, потому что это прям вообще краш. Подписка, лайк.